Всем привет! Сегодня нас с вами ждет целый чемодан косметики. Коробка от него выглядит вот так вот. И это праздничный набор от Elizabeth Arden, который называется Sparkle on Holiday Collection. И здесь в этом наборе целых 11 полноразмерных продуктов. Здесь две палетки теней, палетка для лица, два блеска, четыре помады, тушь и карандаш для глаз. Все это также упаковано в такую огромную красную косметичку из кожезаменителя. И в середине, если вы открываете этот набор, то вот так вот собственно располагаются все продукты здесь. И обычно после такого приветствия я бы сразу сказала, давайте переходить к макияжу, я вам все покажу в действии. Но перед этим я хочу объяснить, к чему этот набор, почему я его решила заказать и протестировать, и в каком случае такие наборы становятся незаменимыми. В общем-то хочу, не дожидаясь конца видео, сразу раскрыть все карты, и вот давайте к этому и перейдем. Итак, я вам скажу абсолютно честно и сразу, что я не считаю, что такие наборы стоит покупать для себя. Потому что часто эти наборы не очень прям сумасшедшего какого-то качества, и в то же время стоят дорого, и не факт, что всем прям вы будете пользоваться, потому что каждая единица вам понравится. И конечно в этом наборе есть свои и хиты, и провалы, об этом я расскажу немножко позже. Если бы я покупала косметику для себя, я бы лучше взяла эти деньги и потратила на несколько люксовых продуктов, которые я вот точно знаю, что я хочу, точно знаю, что я буду ими пользоваться, какие-то может мои хотелки. А если речь идет о бюджетной косметике, так вообще в принципе достаточно много чего можно накупить на эту сумму. Я считаю, что такие наборы отлично выручают как раз-таки в праздничное время, когда нужно делать подарки, и когда нужно не просто вот взять и подарить вот такой вот кому-то набор. Что лично я обожаю делать с такими наборами, это их разделять и составлять какие-то небольшие подарочки или дополнения к каким-то основным подарочкам для большого количества людей. К примеру, если вы работаете в женском коллективе и приближается тот же Новый год, вам хочется каждой сделать приятное, что-то подарить, вот такие наборы отлично в этом плане выручают. То есть вы покупаете этот набор, оцениваете его и дарите, например, одной палетку с блеском, палетку с блеском или там палетку с помадой, потом другую палетку с тушью, карандашом, например, и там четвертый маленький подарок, несколько оттенков помад. И вот так вот просто заплатив эту сумму, вы получаете 4 мини-подарочка. И, кстати, эту косметичку тоже присмотрел даже мой муж, он на нее глянул и сказал, а тебе она нужна? Я говорю, ну не знаю, пока еще не придумала, что с ней делать. Он говорит, я знаю, что с ней делать. Он говорит, по-моему, это просто идеальная аптечка в машину. И действительно, я так посмотрела, и теперь у меня вот эта косметичка ассоциируется с аптечкой в машину. Знаете, здесь еще крестик такой нарисовать или наклеить каким-то пластырем, и будет вот прям идеально. Но если аптечка в машину вам не нужна, то вы можете это использовать вполне как дорожную косметичку, потому что она на самом деле огромная. Если из нее достать вот этот пластик, то ее можно использовать как полноценную косметичку домашнюю. Но обычно у среднестатистической женщины, в принципе, не сильно больше косметики, чем вот поместилась бы сюда. Либо для путешествия тоже это очень классный вариант. Сюда можно всякие шампуни положить и всякие мыльно-рыльно-брильные принадлежности. В общем-то, все сюда поместится, не только декоративная косметика. И вот только исключительно потому, что впереди праздники, и я знаю, что лучше об этом рассказать немножко заранее, потому что потом в основном все бегают с подпаленным одним местом и пытаются что-то придумать, что-то найти и что-то сообразить. И, кстати, не обязательно зацикливаться конкретно на этом наборе. Я вот так вот полистала интернет-магазины, и я вижу, что сейчас очень многие бренды выпускают и праздничные наборы, и адвент-календари, и там, где тоже огромное количество косметики. От Мэйблин я, кстати, видела, мне попадался. Он достаточно дорогой, но там просто огромное количество косметики. И вот покупая такие наборы, вы в любом случае экономите деньги. И мне кажется, такой подарок получить приятно. Ну, по крайней мере, гораздо более приятно, чем просто вот стандартный набор, знаете, вот Невея, гель для душа и там еще что-то. И я, конечно, не хочу ни один бренд обидеть. Я знаю, что эти наборы все равно пользуются популярностью. Но, на мой взгляд, это такой безликий подарок. Вот просто, знаете, подарок на отвали. А если уже ты заморочился, купил какую-то красивую коробочку, купил несколько разных вот этих вот праздничных наборов, все поразделял и составил какие-то персонализированные подарочки, потому что ты знаешь, что кому-то вот понравится вот такая вот, например, палетка теней в такой гамме. Плюс я знаю, там у этого человека закончился еще карандаш, или там ему понравится вот эта помадка, или ему нужна будет эта тушь. Вы в любом случае тратите меньше денег, покупая набор, нежели если бы вы покупали всю эту косметику по отдельности. В общем-то, я надеюсь, что моя логика здесь понятна. И именно с таким подходом я и заказывала этот набор. Ну а сейчас я предлагаю перейти непосредственно к обзору и демонстрации всей этой косметики у меня на лице. Итак, в этом наборе вы найдете целых две палетки теней. Первая из них, на мой взгляд, такая более повседневная, именно дневной вариант макияжа. Лучше всего с ней получается. Вторая палетка, на мой взгляд, немножко более вечерняя, потому что здесь вот эта половина рассчитана, скорее всего, для более таких темных макияжей. Но опять-таки, если посмотреть свочи на эту палетку, то вы увидите, что нет в этих палетках какой-то безумной пигментации. То есть насыщенность оттенков, я бы сказала, средняя. Поэтому на слишком темные какие-то вечерние макияжи, конечно, не рассчитывайте. В моих глазах эта палетка идеально подойдет тем, кто не любит заморачиваться с макияжем. То есть мне представляется такая среднестатистическая работающая женщина, которая встает там в 6-7 утра и хочет сделать какой-то макияж для того, чтобы просто подчеркнуть черты лица, немножко как-то улучшить свой внешний вид. Но в то же время у нее нет ни времени, ни желания вырисовывать там какие-то формы или сложные макияжи в течение минут 40 или часа. То есть преимущество этих теней заключается в том, что они просто подчеркнут вашу форму глаз, а при этом, может быть, с какими-то небольшими вариациями оттенков. Сегодня, честно говоря, у меня конкретного плана действий нет. Я не знаю, что я буду сейчас изображать на глазах. Но я думаю, мы с вами в основном сосредоточимся на вот этой вот более смокий стороне, потому что мне хочется и синий задействовать, и вот эти серо-коричневые оттенки хочется задействовать. И, скорее всего, я буду использовать тени и с одной, и с другой палетки. Ну и вот, что у меня получилось в итоге. Вообще, в целом, я сегодня попыталась выдавить максимум из этих палеток, то есть сделать что-то более насыщенное, более броское, и, возможно, потенциально какой-то вариант по типу вечернего. Также в этом наборе есть черный карандаш для глаз и тушь. Здесь не буду вас обманывать. Вот эти два продукта откровенно так себе, особенно тушь. Тушь мне вообще не понравилась, вот просто абсолютно не понравилась. Она очень сухая, плохо наносится на ресницы, и потом еще может осыпаться. Кисточка у нее достаточно большая, и еще эта тушь очень вонючая, и пахнет, знаете, вот как дешевый, очень дешевые туши. Что касается карандаша, то это нестойкий карандаш, то есть его скорее можно использовать как каял. Если вы будете использовать его как базу под смоки, то он и растушуется, и создаст вот эту насыщенность, на которой сверху эти тени будут выглядеть еще темнее, соответственно. Еще в этом наборе есть палетка для лица, и выглядит она вот так. Вот посерединке здесь сияющий бронзер, а по краям два оттенка румян. Вот эта палетка, кстати, мне очень понравилась, я с удовольствием ею пользовалась. Здесь и румяна такие ходовые, скажем так, повседневные. Вот это вообще очень нейтральный оттенок. Бронзер этот вполне, кстати, применимый. Я когда его увидела только в палетке, я подумала, о, приехали. В общем-то здесь такой как золотисто-бронзовый оттенок, причем он шиммерный, еще и с блесточками. Я думаю, ну все, это будет полная беда. Ну, вы знаете, на самом деле, ну не такая уже и беда. Да, может быть, это не мой любимый бронзер будет вообще в принципе, но вполне применимо, он как-то свежо выглядит на лице. Очень даже неплохо. Не шиммерно, нет в нем каких-то видимых таких вот прям блесток. Румяна, как я и сказала, сначала буду наносить вот эти вот. Мне этот оттенок очень понравился. Такая темная пыльная роза и выглядит очень нейтрально. Вот действительно, такие румяна могут работать и с теплыми макияжами глаз, и с холодными. Ну и совсем чуть-чуть возьму еще вот этого поярче оттенка и нанесу его вот сюда. У нас с вами остались только губы, и здесь в этом наборе вариантов, конечно, море, потому что здесь 4 классических помады и 2 блеска для губ. Что касается качества этих помад, то 3 из них это вполне классические обычные кремовые помады, они мне понравились. Единственное, конечно, смотрите на оттенки, какие вам нравятся, какие не нравятся, и вообще в целом, нравятся они вам или нет. Но вот одна помада, которая называется Smoky Plum 37 номер, вот она какая-то совсем не очень. У меня такое впечатление, что она уже немножко испортилась, потому что у нее запах отличается от всех остальных. Она, откровенно говоря, воняет просроченной помадой, а все остальные при этом нормально пахнут. Но вот что случилось с вот этой вот Smoky Plum, я не знаю. Ну и давайте я сейчас вам расскажу обо всех оттенках по порядку. Самый любимый и самый классный, это тот, который сейчас на мне, это, наверное, самая ходовая такая помада в нюдовом оттенке, называется она Pale Petal номер 14. И это действительно такой красивый розоватый нюд. Вот этой помадой я могу запросто пользоваться практически с любым макияжем. Дальше идет такой ягодный, более насыщенный оттенок, это номер 33 Wild Berry. Эта помада в тюбике выглядит немножко темнее, и вот если бы она такой и была, было бы классно. Но она на губы переносится немного с таким как Барби под тоном, такая ярко-розовая она на губах. И, конечно, такие оттенки нужно любить. Ну и самый яркий и в то же время праздничный вариант, это классическая красная помада в оттенке номер 2 Red Door Red. К этой помаде у меня претензий никаких, она насыщенная, кремовая, красиво выглядит, красиво наносится. Оттенок мне тоже очень нравится, это действительно такая праздничная классика. Что же касается этих блесков, то, как мне кажется, это звезды этого набора, потому что блески мне понравились в этом наборе больше всего. И вот этот вот блеск, который, кстати, в оттенке Precious Petal, я использую постоянно. Качество тоже этого блеска очень классное, в плане того, что он очень тоненький, глянцевый, гелевый, очень приятный на губах, добавляет красивое сияние губам. В общем-то, очень он мне понравился. Оттенок такой классный, тоже подходит под большинство моих нюдовых помад, которые я так люблю. И также, кстати, у меня часто в ходу и второй блеск, который в оттенке Iridescent Mouth, потому что, когда я использую оттенки пыльной розы, и мне хочется добавить поверх блеск, то вот это как раз-таки отличный вариант для того, чтобы дополнить такую помаду. В заключение могу сказать, что в целом, если посмотреть на этот набор, то качество у него, ну, такое среднее. Может быть, на 3 с плюсом. Ну, максимум, если очень добренькой быть, я бы поставила ему оценку 4. И, как я и сказала, я ни в коем случае не считаю, что такие наборы стоит покупать для себя. И если говорить конкретно об этом наборе, то, как мне кажется, это было бы хорошим подарком для женщин уже немножко постарше. Мне кажется, в целом, если рассматривать бренд Elizabeth Arden, то у него целевая аудитория на женщин немножко постарше. И если у вас есть четкое понимание, что из себя представляет этот набор, и вы понимаете, что это классно подойдет для того, кому вы бы хотели это подарить, то я не думаю, что вы будете разочарованы, купив его. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на округлую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.